Здравствуйте! В эфире программа Химки Спорт и я ее ведущая Екатерина Юшина. Как всегда мы информируем вас о самых значимых и ярких спортивных событиях, в которых участвуют наши спортсмены. Не забываем и про самых активных жителей нашего города. Если вы любите спорт и уделяете этому достаточно времени, то, возможно, и о ваших достижениях мы снимем сюжет и покажем в наших выпусках. Баскетбольный клуб Химки обыграл немецкую Альбу в рамках Еврокубка. Первые две четверти в баскетбольном центре команды отыграли зеркально 25-19, 19-25. Третий отрезок матча химчане выиграли с минимальным перевесом 20-19, а в концовке встречи и вовсе додавили соперника с разрывом в 10 очков. Итог 88-77 в пользу подмосковной команды. Экип, что мы имели, без Шведа и без Эванса, Ровланда и Моне знали, что будет тяжело. На данный момент химки занимают первое место в своей группе «Б». Следующий матч Еврокубка наша команда также проведет дома. Уже 14 декабря химки на своем паркете примут испанский клуб «Бильбао». А в матче единой лиги ВТБ подопечные Душка Ивановича принимали саратовский «Автодор». Соперник отличается быстрыми скоростями, высокой статистикой по броскам и большим желанием победить. До этой встречи саратовцы занимали 11-ю строчку турнирной таблицы, а химки были на четвертой позиции. Матчи с черно-белыми всегда отличаются зрелищными игровыми моментами. Несмотря на то, что сейчас саратовская команда находится в стане аутсайдеров, списывать их со счетов рано. Это показала и первая десятиминутка. Отставая заметно по очкам, за две минуты до перерыва гости сумели заколотить химкам 9 очков. «Автодор» хорошо защищался, уверенно контролируя трехсекундную зону. Со стороны химчан здорово проявили себя Вячеслав Зайцев и Алексей Швед. Вторая четверть началась с выступления химок. Пулин и Швед снайперски исполнили свои фирменные броски. Под кольцом уверенно работал Тодорович. К большому перерыву разница в счете стала уже приличной. 54-35 в пользу химчан. К сожалению, мы проиграли в основном борьбу один в один. Это тяжело, когда такие люди, как Швед, как Пулин, другие ребята берут на себя инициативу. Очень тяжело защититься один в один. И не только нам, я так понимаю, что любой команде, которая играет против химок. «Автодор» цеплялся зубами в каждую возможность атаковать кольцо химчан. Больше всех старался лидер черно-белых Николас Минерет. За весь матч он набрал 22 очка. Самым же результативным стал наш Алексей Швед. Он записал в свой актив 25 очков. Вообще игра отличалась результативностью. Итоговый счет перевалил за трехзначное число. Сотый очков в корзину соперников колотил Вячеслав Зайцев. А через несколько секунд он же отдал результативную передачу Валерию Лиходею. Матч завершился со счетом 102-70. Красивая и уверенная победа Бакахимке. «Слава» – это тот игрок, который всегда играет на 100%, показывая свои возможности. Причем это касается как тренировок, так и матчей. И сегодня все увидели результаты его работы и усилий. 10 декабря химчане проведут еще одну домашнюю встречу. В гости к подмосковной команде пожалует новичок чемпионата Лиги ВТБ «Пермская Парма». Начало в 17.00. Получить уроки игры в баскетбол от настоящей звезды этого вида спорта Руслана Потеева бесценно и совершенно бесплатно. В городском округе стартовал проект «One Team». В его рамках центровой Бакахимке посещает школы и показывает ребятам базовые элементы игры. Такие занятия будут проходить регулярно. Принять участие в них может любой желающий. Один из уроков баскетбола Потеев провел с учениками школы номер 3. «One Team» – это европейский проект, Евролига. Основной производитель, кто придумал этот проект. Мы помогаем детям, учим их играть в баскетбол, даем основные навыки, базу, чтобы они знали, запоминали и продолжали этим заниматься. Любой, довольно простой с виду элемент требует многочасовой отработки. Например, бросок. Руслан Потеев объяснил детям, как это делать правильно. Надо поставить руку вот так, второй рукой придерживать мяч, чтобы был квадрат. И присесть и откинуть его. Как бы дать толчок ему. Как и положено в школе, урок длился ровно 45 минут. А после этого ученики получили задание на дом. Кстати, сам Руслан Потеев начал заниматься баскетболом только в 10 лет. Поэтому большинство из этих ребят еще могут посвятить себя этой игре в будущем. Футбольный клуб «Химки» ушел на перерыв. После осенней части первенства ФНЛ матчи теперь продолжатся только в марте. А пока игроки без дела не сидят, тренируются и общаются с юными болельщиками. Так, красно-черные нанесли визит в 31-ю школу. В гости к учащимся отправился один из лидеров команды – Кирилл Заика. Учащиеся узнали о богатой истории футбольного клуба, о его рекордсменах и известных игроках, выступавших за «Химки». А после на вопросы собравшихся ответил гость встречи. Для начала Кирилл рассказал о своей карьере и поговорил с ребятами о футболе. А в завершении провели конкурс на знание истории подмосковной команды. Самой подкованной в этих вопросах оказалась ученица 8-го класса Юлия Жигульская. В качестве подарка девушка получила мяч с автографами игроков «Химок». Кстати, Юлия и сама занималась футболом и часто ходит на матчи красно-черных. Сила воли и духа – вот что объединяет этих ребят. В остальном они противники. В боксерском клубе «Химки» прошло открытое первенство по боксу. 74 спортсмена из «Химок» – Москвы, Брянска, Серпухова, Зеленограда и Клина – в 10 весовых категориях наносили друг другу удар за ударом, чтобы отстоять честь своего города. У 9-летнего Пети этот бой дебютный. С поля боя его встречает старшая сестра. Девушка даже плачет от счастья и гордости. Просто было так волнительно, потому что он не давал мне ни секунды покоя. Мы с ним каждый вечер сидели, тренировались, отрабатывали все бои. Сам же герой того, что он новичок, не показал и на ринге. Сопернику спуску не давал. Противнику было достойно. Я достойно дрался. Я готовился к этому. Я дома занимался. Петя делится своим успехом, обязан сестре и тренеру. Именно наставник помогает мальчику по-настоящему поверить в свои силы. Сергей признается – техника техникой, но главное – настрой. Если боксер волнуется, он горит, теряет скорость, работаем психологически с ребятами, чтобы ребята были подготовлены к бою, самое главное – морально. Всего в этот день выступили 10 воспитанников Сергея. На радость тренеру и болельщикам почти все они в этот день стали чемпионами. Таким образом, копилка боксерского клуба «Химки» пополнилась несколькими наградами. С феноменальной результативностью сыграли участники традиционного любительского хоккейного турнира на Кубок главы администрации. Соперники обрушили друг на друга грант из заброшенных шайб. В первом полуфинале Центробанк и Лобня в основное время сыграли в ничью – 7-7. Победители определили в серии буллитов. В другом полуфинале команда ГИБДД также разошлась с миром с Академией. 6-6. Пришлось и на этот раз решать вопрос тем же способом. Игра очень была такая интересная. С этой командой мы встречались не первый раз. Уже на протяжении лет пяти, наверное, мы с ними играем. Всегда был достойный соперник. Но в этот раз они боролись как нельзя, очень остро. А вот хоккеисты из Лобни достойное сопротивление команде ГИБДД оказать не сумели, уступив в финале со счетом 11-3. В матче за третье место академики также уверенно разгромили команду Центробанка 11-4. О ближайших событиях из мира спорта вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Афиша». 6 и 7 декабря на поле стадиона «Родина» пройдут матчи Химкинской футбольной лиги 1-го и высшего дивизионов. 6 декабря – начало в 20.00, 7-го – в 21.00. 9 декабря в школе номер 18 пройдет первенство городского округа Химки по волейболу среди девушек. Начало в 15.00. В этот же день на стадионе «Родина» пройдет еще один этап Химкинской футбольной лиги. Начало в 20.00. 10 декабря на паркете баскетбольного центра Химки пройдет матч Единой лиги ВТБ. Желтые-синие принимают Пермскую Парму. Начало в 17.00. Это был обзор самых интересных и важных событий. Смотрите программу «Химки Спорт» на нашем канале, а также на сайте himkismi.ru. Я, Екатерина Юшина, с вами прощаюсь. Мы встретимся ровно через неделю, ведь нам всегда есть что рассказать.